Всем привет! Привет-привет-привет! Продолжаем изучать Spring Boot И сегодня у нас такая популярная тема Это отправка-отправка письма Итак, что нам для этого нужно? Почтовый ящик, с которого мы будем отправлять и какой-то гайд гайд где мы можем прочитать, как это осуществить Почтовый ящик я выбрал свой гугловский, но здесь важно сделать одно замечание По дефолту Google запрещает ненадежным приложением доступ к вашему почтовому ящику То есть, если вы напишите какое-нибудь приложение и воспользуетесь настройками которые предоставляет Google для отправки писем то у вас ничего не получится Для этого вам нужно зайти в аккаунт в аккаунт Google вкладку безопасность и вот здесь я здесь уже поставил открыть доступ видите здесь закрыть доступ рекомендуется но 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 я открыл Так, сразу скажу, что я буду посылать письма с этого аккаунта вот на вот этот вот вот на этот вот свой другой аккаунт тоже тоже, который я создавал для тестирования но когда тестировал Phoenix окей с этим разобрались теперь нам нужна некая инструкция да? и вот, собственно, этот гайд вот наша инструкция то есть будем прямо вот по этому гайду все выполнять отправку письма можно 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 на два ключевых момента разделить первый мы создаем бин в виде мейлера то есть тот, кто отправляет письма и мы будем создавать сервис который использует этот мейлер и в нем будем формировать письмо и затем отправлять все очень-очень-очень просто то есть нам нужно просто настроить мейлер настройки, да? и и и потом сформировать письмо и через мейлер отправить это письмо все очень просто и так я продолжим продолжим буквально вот там, где я закончил где мы мучились с Mongo и MySQL смотрите, что здесь нам нужно подключить стартер мейл стартер мейл, да? стартер мейл и все, больше нам ничего не нужно и так, так, так смотрим шаг номер один шаг номер один нам нужен мейлер то есть нам нужен бин бин, бин, бин мы его сделаем через давайте создадим павку config то есть javabase configuration мы воспользуемся и там awp config configuration так, так, так и сейчас нам нужно все это заимпортить так, так, так тут по дефолту у нас по дефолту по дефолту так по дефолту у нас все настройки здесь прописаны в принципе правильно нам нужно лишь пасворд 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 написать и почтовый ящик так почтовый ящик почтовый ящик у меня Дмитрий Неман и тут я изменю на java java чтобы сделать явнее что мне возвращается bin вот с таким именем java mail sender ok тут я пропишу сейчас пасворд вы прописываете свой пасворд первый шаг у нас готов теперь 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 нам нужно сформировать так это тоже самое через property это через amazon отправка email теперь нам нужен компонент сервис короче нам нужен который будет все это отправлять отправлять сервис сервис email сервис email сервис так так тут я все же сервис это мне нужно ну давай autowire import так 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 это надо удалить удалить так так то мне не нужно я сразу пропишу куда я хочу хочу я куда хочу куда угол 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 яндекс точка ру вот сюда я хочу так что ему тут опять не нравится еще ну вроде как все нормально прописано окей давайте я удалю эти удалю удалю и рефактор все 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 сервис наш сервис готов и теперь мы воспользуемся в контроллере идем в контроллер давайте создадим так нужно заинжектить email сервис теперь 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 я хочу сделать очень по-простому e-mail так, я хочу просто, по-простому так send e-mail и давайте здесь, здесь, здесь сделаем уж чуть сложнее логику сабжект 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 и здесь так я дам стринг принимает он у меня так где у нас pad variable сабжект стринг здесь просто отправлю send так, 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 так и что мне еще остается нам нужно отправить письмо e-mail send и мы отправляем на хога лога используем вот этот стринг давайте более нормально назовем сабжект так, сабжект и какой-нибудь текст тест 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 from boot тест from boot все давайте запускаем поскольку у нас уже а, так, это мне запускаем значит, e-mail окей, запускаем 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 Потому что я стрингу там отдал. Но это мне не важно. Мне не важно. Главное, что я отправил письмо. Вот у меня дислог. И вот пришло письмо. Вот пришло письмо, которое я отправлял. То есть я вот отправил e-mail. Вот это у меня из пути достается subject. И формируется письмо. Вот subject. И, 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 и. Тело. Test. From. Вот. Круто. Круто. Вот так вот. Очень, очень, очень просто. И как... Очень, очень, очень просто. То есть смотрите, что мы сделали. Мы заводим BIN некий мейлер. Некий мейлер сэнда. Мейл сэнда. То есть тот, кто будет у нас отправлять. Здесь мы прописываем какие-то настройки. То есть почтовый. Сервер, порт, имя, фами... Какую фамилию? Пасворд, имя, пасворд. Какие-то дополнительные настройки, если они требуются. Затем, затем нам нужен сервис. Нам нужен сервис для... Вот. Сервис. В котором мы используем используем наш сэндер. И создаем здесь вот метод, который будет ответственен за отправку письма. То есть мы здесь формируем. Здесь можно добавить на самом деле очень много различных настроек. То есть формировать ваше письмо, как вы хотите. Вы можете добавить там какие-нибудь картинки. Все, что угодно. Просто там надо будет дополнительные смотреть. Различные параметры. и здесь simple mail message. Ну, значит, там, наверное, есть не simple. Раз у нас... Ну, вот, для более сложных для более сложных вам нужно другие варианты использовать. Ну, в принципе, одна идея это одна и та же. Вы сперва создаете какой-то сэндер, затем создаете создаете сервис, в котором у вас метод, где вы формируете какое-то письмо и отправляете. Все, все, все. Как это можно организовать? Можно организовать стандартную HTML-ю страничку, там, форму. Форму вы отправляете на сервер, и сервер у вас куда-то уходит. Желательно, конечно, это все дело еще под какой-нибудь асинхронный под какой-нибудь асинхронный объект. Ну, не объект, в общем, отправлять асинхронно каким-то образом. Вот и все. Вот и все. Если вы смотрели вот мой второй плейлист с Фениксом, там язык, казалось бы, абсолютно другой. Фреймворк строит свою то есть архитектура у него и идеи отличаются, но вот к e-mail они подошли точно таким же образом. Там тоже есть e-mailer, там тоже есть нечто, которое отвечает за формирование письма, а потом мы просто там письмо переправляется мейлеру и тот отправляет. И здесь все то же самое. То есть, по большому счету фреймворки, я к чему хочу сказать, в фреймворке не так сильно отличаются, как кажется. Конечно, отличаются те, которые, скажем так, чисто функциональны и в спреймворк, но если вы будете смежно смотреть, то там один и тот же подход. решают решают они в конце концов одни и те же задачи и идеи. А потом, даже если где-то придумали, например, классное, да, это классное, как правило, со временем, со временем, но перетекает. Так что вот. Ладно, 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 изучайте Spring.